Всем привет, друзья! С вами Варчик, в этом видео поговорим с вами про 121. 15 января 2013 года этот танчик впервые появился в игре. И с того времени его меняли 6 раз. Сначала ему понерфили пробитие и увеличили альфу с 400 до 440. Потом ему улучшили проходимость грунтов, улучшили стабилизацию от поворота башни и увеличили углы склонения орудия с 3 градусов до 3,5. Не виданные на то время УВНы. Я еще помню, это великолепная операция Утюжок, которая быстро так закончилась, что даже, наверное, многие и не помнят. Когда разработчики, вместо того, чтобы апнуть танку УВНы, пытались загладить и сравнять все карты, сделать их более-менее ровными. На что, конечно же, они очень быстро забили. И в итоге к 2021 году все карты превратились после операции Утюжок в операцию Мусорка Непролазная. В 2016 году танк перевели в HD, а в 2021 еще и добавили ему 3D стиль, который вы видите на экране. Мне, честно говоря, в 3D стиле нравится только орудие, как оно выглядит. Больше ничего не нравится. Но это все вкусовщина. В 2017 году разработчики наконец-то поняли, что 3,5 градуса это что-то не очень. И сделали ему УВНы минус 5 градусов. Это хотя бы просто цифры обычно плохого УВНа. 5 градусов это же не очень. Но этот танк шел к этим плохим 5 градусам УВНам очень долго. Хотя бы до них дошел. В 2020 году в патче 1.10.1 танк не кисло так апнули. Усилили броню корпуса. Апнули скорость полета ББшки, понерфили скорость полета Кумуля и Фугаса. Улучшили пробитие ББшкой, которые раньше нерфили. Улучшили мощность двигателя и добавили 100 хп. Теперь 2050. И вот теперь наконец-то в нынешнем патче 1.14.1 в очередной раз апнули стабилизацию при повороте башни на 17%. И улучшили время сведения с 2.7 до 2.5 секунд. Что хочется сказать про этот танчик. Он к своим обычным нормальным параметрам шел столько лет. А это можно было сделать мне кажется за месяц, за два. Но разработчики растянули это на долгие 8 лет. Что хочется сказать про броню танка. Ее апнули в корпусе. Что там апнули я не понимаю. Приведенки в НЛД 150 мм. Приведенки в ВЛД 240. Во лбу башни 250 мм толщина. Что это такое? У восьмерок пробитие голдой под 300. У ПТ-8 пробитие по 250. Там по 280 даже бывает у СТРВ. Здесь 250 во лбу башни. Только в щеках башни больше. Только за счет того, что приведен к этому угол лучше. А во лбу башни угла никакого нет. Поэтому и брони тоже там нет. 250 в лючках. И то только потому, что там небольшой наклончик. Каемка какая-то. Но 45 мм в правом лючке. В макушке лючка. Да это фугасом можно пробить. Слава богу, хоть на левом лючке нет такой вот макушки дырявой. Ее просто нет. И это еще не все. Есть еще минусы в броне. Крышка корпуса 30 мм. Черкачом пробивает практически любой танк, который вы встретите в игре. ЛТшки, которые имеют калибр там по 90 мм. Пробивают черкачом. Это десятка. Я не знаю. Невозможно встретить танк, у которого калибр орудия будет меньше 90. Я даже ЛТшку такую не нашел, у которой калибр меньше. Это какой-то водяной пистолет с первого уровня должен стрелять в него или кто. Так еще есть надгусеничная полка, которая тоже пробивается черкачом любым врагом. И если вы захотите танковать обратным ромбом, то там есть на жопе какие-то скосы, треугольники, какие-то обрубки, которые вам тоже могут помешать это сделать. Потому что там тоже нет брони. И это еще не все. Поскольку в крыше башни, только в передней ее части, броня более-менее, которая рикошетит. И то большие калибры тоже будут пробивать вас черкачом. Но задняя часть башни вокруг лючков тоже настолько тоненькая, что СТшки с малюсенькой эльфой 320 будут вас черкачом пробивать всегда по касательной. Потому что правила трех калибров. Я накатал там пачку боев на этом танке без стрима. Я офигел, насколько у него нет брони вообще. Если снаряд залетает в эти места, то любой танк пробивает с любой пушки, ББшкой, не ББшкой, там чуть ли не фугасом. Только щеки башни танкуют. И борт, если не попадать в надгусеничную полку. ВЛД дыра, НЛД дыра, крыша башни дыра, крыша корпуса вообще дыра. И это еще ему где-то апали броню. Я вообще не знаю, где ее апали. Миллиметра на три, наверное, апнули. Но что хочется сказать за этот танк. Если сюда накинуть нормальное оборудование, со всеми этими апами стабилизации за 8 лет, на танке довольно-таки приятно стрелять на средней дистанции. У него неплохой ДПМ, хорошая альфа, отличное пробитие голдой. Щелкать всякие бронированные танки очень приятно. Но, грубо говоря, это танк поддержки. Поскольку на нем быковать и принимать на первой линии вообще невозможно врагов. Он пробивается буквально куда попало. Этот танк, дай бог, чуть бронирование леопарда. Поэтому, в первую очередь, я этот танк не рекомендую прокачивать. Для слабых игроков, которые часто ошибаются, тоже нет. Поскольку малейшая ошибка в бою, 121-й сразу рассыпается полностью. Это просто ведро с гайками, которое, дай бог, если восьмерку танканет. Да, он иногда танкует от борта, но там надгусеничная полка пробивается любым танком, если в нее попасть. Из хорошего у него альфа, пробитие, неплохой ДПМ и, в принципе, все. В бою вы должны заниматься как танк поддержки, просто настрелом урона по танкам, которые уже на КД. То есть, вам нужен чел под рукой, который будет принимать вместо вас. Это чисто танк поддержки. Плохой ли этот танк? Нет. Имба? Нет. Просто обычный танк в балансе, как танк поддержки. Для разнообразия его качнуть можно, если вы статист, тоже его можно качнуть. В первую очередь, качать его нет смысла. Сколько лет его апают, имбой он точно не становится. Играть на нем можно, он по-своему интересный, но ничего сверхъестественного в нем нет. В нем самый простой геймплей. Игра от альфы. Дал альфу, засейвился. Дал альфу, засейвился. Если получается удачно заехать с какой-то неожиданной стороны или занять хорошую позицию, можно просто по КД бахать. Все. На нынешний геймплей коридорных карт этот танк подходит с трудом. Поэтому играть на нем довольно-таки потно. Большинству игроков этот танк я не рекомендую. Только если все основные танки прокачаны, для разнообразия, если вы хороший игрок, можно попробовать. Танк довольно интересный, но звезд с неба не хватает. Этот танк чисто про выдавание альфы. Абсолютно не любит принимать снаряды вражеские. Поэтому вот. Имеем, что имеем. С вами был Варчик и Радик Красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok